армасы дар до стар был каштанов милин каштанов реакшн канала макош кельди низдер и сегодня у нас будет реакция на видео под названием россиян шокирует низкие цены на автомобили в казахстане ребята без лишних слов приступаем к просмотру но прежде чем мы приступим хотел бы сказать копрах мед за то что подписывайтесь на канал до стар кто еще не подписался внизу кнопка проходите прожимаете также не забывайте включать колокольчик уведомления и еще если вас интересуют реакции на различные фильмы и сериалы которые блокируют youtube по авторским правам добро пожаловать на мой бусте ссылка тоже в описании прямо вчера поздно вечером записал реакцию на фильм спуск если кто знает что за фильм я думаю вы понимаете насколько он крутой и такой прямо не оставляю вызывающие эмоции просто каждым кадром в общем ребята очень крутой фильм рекомендую посмотреть и это всего лишь малая часть из практически 200 реакций на том самом бусте преимущественно там конечно же реакции на казахские фильмы но сейчас ну не то чтобы сейчас а уже на протяжении какого-то времени стараюсь более-менее разнообразить контент там сейчас и голливудские фильмы и аниме в общем ребята любой мне кажется найдет там для себя реакцию что называется по вкусу ссылка в описании бусти каштанов reaction ну а мы приступаем кетк привет друзья рост цен на российском рынке на новые машины сейчас прекратился однако несмотря на укрепление рубля снижать ценники дилерские центры не спешат в то же время в соседнем казахстане стоимость машин существенно дешевле сегодня покажу вам сколько на самом деле стоят новые автомобили в россии и за рубежом в августе 2022 года на примере модельного ряда hyundai друзья прежде чем продолжить хочу попросить вас подписаться на канал и поставить лайк за что буду очень благодарен ребят меня вообще удивляет неужели в нынешней ситуации хоть кто-то вообще покупает автомобили в россии но наверное есть только те люди у которых нету проблемы как говорится с финансами да и они вообще не запариваются не заморачиваются там просто пришел увидел купил уехал все но таких единицы все-таки как правило всегда все ищут выгоду и вот с такой ситуации но давайте для начала посмотрим сколько машина стоит в казахстане аналогичные нашим и так начну с hyundai sonata в версии бизнес с 2 5 литровым 180 сильным двигателем в паре с автоматом за который дилер в россии сейчас просит три миллиона четыреста шестьдесят тысяч рублей включая допы на 220 тысяч казахстане точно такой же седан сейчас стоит 18 миллионов тенге или 2 миллиона двести восемьдесят две тысячи рублей тенге кроссовер хердис санта фе с 2 и 5 литровым 180 сильным атмосферником в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода в россии обойдется покупателям 5 миллионов пятьсот тысяч рублей включая допы на 1 миллион казахстане же за аналогичный автомобиль дилеры просят 24 миллиона шестьсот пятьдесят тысяч тенге или 3 миллиона сто двадцать пять тысяч российских рублей что на 2 миллиона 300 тысяч дешевле чем в россии охренеть ребята 2 миллиона 300 тысяч 2 миллиона кто-то может написать в комментариях да ну чтобы пригнать в россию нужна растаможка насколько я знаю мы находимся в единой в таможенном союзе и вот благодаря этому не нужна никакая растаможка если вести автомобиль из казахстана также и как по моему в 2015 году когда курса тенге был совсем другой зеркальный нынешнему то ездили уже в россию за машинами и гнали их к в казахстан тоже растаможка не было это я сейчас была не нужна это я сейчас к тому что порой встречаются комментарии типа надо выйти из россии из всех союзов в том числе и таможенного союза да но потом тогда пришлось бы платить очень и очень большие суммы на растаможку и это только частный случай помимо всех остальных да как говорится моментов единственное что надо заплатить по моему это утилизационный сбор это он там по моему составляет до 100 тысяч рублей всего лишь вроде бы как то так может быть конечно там зависимости от цены автомобиля эта сумма может варьироваться и того разница два миллиона триста сто тысяч растаможка а это такой утилизационный сбор максимум сто тысяч ты потратишь на дорогу это это просто ты будешь шиковать там туда-сюда за эти пару дней ладно нет 50 тысяч 2 миллиона 150 тысяч ты в плюсе окажешься то есть но ты окажешься не в плюсе ты просто потратишь меньше на 2 миллиона 150 тысяч чем если бы ты машину покупал в россии блин ну тут по моему все очевидно 2 ляма я думаю мало найдется таких людей которые готовы 2 ляма переплатить только чтобы не ехать не лететь в казахстан соседняя страна вот она рядышком следующий пример hyundai тусан в исполнении херене среди защищенный двух литровым 150 сильным мотором сочетании с автоматом и системой полного привода который в россии оценили в 4 миллиона 350 тысяч рублей включая допы на 970 тысяч при этом в казахстане точно такой же автомобиль сейчас стоит 22 миллиона тенге что в пересчете на рубли составляет 2 миллиона семьсот восемьдесят тысяч то есть разница в цене достигает полутора миллионов рублей компактный кроссовер hyundai creta в комплектации lifestyle с двухлитровым 150 сильным мотором сочетании с автоматической коробкой передач и передним приводом обойдется покупателям в россии в 2 миллиона восемьсот девяносто пять тысяч рублей включая допы на 500 тысяч однако в соседнем казахстане точно такую же машину можно купить за 14 миллионов девятьсот девяносто тысяч тенге или 1 миллион девятьсот тысяч рублей пересчете по актуальному курсу при этом кроссовер выйдет почти на 1 миллион рублей дешевле и еще один вариант седан hyundai solaris версии комфорт оснащенный 1 6 литровым атмосферником на 123 лошадиной силы и автоматической коробкой передач в российском автосалоне такую машину оценили в 1 миллион восемьсот семьдесят тысяч рублей включая допы на 270 тысяч казахстане же за аналогичный автомобиль который там продается под названием hyundai accent дилеры просят 10 миллионов 400 тысяч тенге или 1 миллион триста восемнадцать тысяч рублей пересчете по актуальному 500 тысяч раз то есть в казахстане этот седан изначально дешевле на пятьсот пятьдесят тысяч короче я так понимаю чем дороже автомобиль тем в принципе больше разница в цене в россии в казахстане вот автомобиль поменьше да всего лишь 550 тысяч которые автомобили по значительно дороже они уже в два с половиной практически миллиона разница офигеть ребята а вот связи с этим не такой вопрос а есть ты берешь машину с салона до которая на гарантии если ты ее перевозишь в другую страну то это гарантия вообще сохраняется или нет ребят напишите в комментариях кто в курсе за эту тему кто знает этот вопрос друзья а как вы считаете смогут ли поставки более доступных машин из казахстана способствовать снижению цен у дилеров в россии давайте обсудим это в комментариях так но это видео заканчивается относительно вот это вопрос я думаю конечно же нет потому что наверное в целом хотя время покажет как говорится нету массового ну ребят вот я наверное конечно здесь не объективен это всего лишь моё с говорится субъективное мнение может быть и есть повальный повальный спроса на казахский автомобиль в россии может быть и люди едут туда наверное это больше вы владеете этой информации особенно вдруг то у меня посмотрит из казахстана кто непосредственно как-то работает в этой сфере или же у кого-то есть знакомые кто-то что-то слышал по поводу того много много ли русских приезжает сейчас за автомобилями в казахстан логично из всего того что мы услышали наверное да много потому что блин разница да даже разница на этот hyundai solaris разница в 500 тысяч со всеми утилизационными сборами со всеми затратами на переезд у тебя 400 тысяч ты блин в плюсе окажешься 400 тысяч даже за 100 тысяч можно уехать и вот эту вот разницу как сказать поиметь до 100 тыс тоже все таки деньги а 400 тыс так подавно 22 с половиной мульта так это вообще просто тут гадалки них один блин не знаю ребят очень бы хотелось конечно чтобы нас дилеры все-таки убавили свои аппетиты понятно что сейчас все растет все дорожает только доходы у людей в целом не увеличиваются они конечно может быть и увеличились это в отдельных сегментах но гораздо меньше в процентном соотношении если брать в целом повышение цен абсолютно на все так что разница просто разница она увеличилась и не собирается уменьшаться судя по всему как-то так ну опять же да все решит время все покажет время поживем увидим сейчас что тут говорить гадать это всего лишь наше предположение давайте об этом порассуждаем в комментариях пишите ваше мнение так вы думаете как дела будут обстоять ну и рахмет что посмотрели это видео вместе со мной подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем удачи пока до встречи